Философ, эстет, художник, публицист. На много десятилетий вперед образ Николая Рериха стал символом борьбы за сохранение исторического наследия великого народа. В древней и самой древней Руси много удивительных знаков культуры, напишет Николай Константинович в своей дипломной работе, еще будучи студентом. Этого видения, видение особенностей славянской традиции, он придерживался до конца своих дней. Много лет жизни Николай Рерих посвятил путешествиям. Однако свою миссию видел в том, чтобы научно обосновать и доказать, что Русь и русский мир богат культурными и архитектурными традициями. «Святая Русь» – название этой выставки – очень символичное. Можно раскрыть даже вот это слово «святая». «Святая» – светлая, кто светел, тот и свят. И Русь – это как единство всех славянских народов. Выставка репродукции Николая Рериха «Святая Русь» – это подборка наиболее ярких и интересных копий работ автора. Экспозиция представлена Сибирским Рериховским обществом и Республиканским общественным объединением «Белорусский фонд Рерихов». Почему возникла эта мысль продемонстрировать работы Рериха в Российском центре науки и культуры? Дело в том, что Николай Константинович – человек, очень интересный сам по себе как человек. Он и художник, и писатель, и философ, и путешественник, и архитектор. И вот много, я, наверное, просто не смогу все перечислить, насколько многогранно были его увлечения. «Мир на земле через культуру» – эти знаменитые слова Николая Рериха до сих пор являются одним из основополагающих принципов деятельности ЮНЕСКО. Объединяясь вокруг искусства, ощутив его могущество и силу, люди должны формировать такую атмосферу в обществе, которая давала бы шанс каждому духовно развиваться. А подобные вернисажи являются своеобразным проводником рериховских идей сегодня. Ощущая великое и прекрасное, живя в гармонии, человек получает главное – возможность наслаждаться искусством, творить и создавать.